В эфире программа, подготовленная совместно с Общественной палатой Тамбовской области. Меня зовут Владимир Пеньков. Здравствуйте. А в гостях у нас сегодня, причем впервые в гостях у нас сегодня, глава города Мичуринска Максим Харников. Здравствуйте, Максим Викторович. Добрый день, Владимир Пеньков. Я думаю, что для премьерной программы мы далеко от Мичуринска отходить не будем. Мы понимаем прекрасно, что сегодня быть главой города Мичуринска, это очень почетно, это очень ответственно. И, и, и. Но я понимаю, что Мичуринск не областной центр, но и не последний город в Тамбовской губернии, в Тамбовской области. И в любом случае спрос с вас особый. Но начать бы я хотел вот с чего. Ведь я, когда готовился к программе, заглянул в вашу опубликованную биографию и понял, что вы успешный сотрудник полиции. И вы уроженец Мичуринска. Хотя в Мичуринске есть примета, что не Мичуринские варяги в руководстве приживаются очень тяжело. Вы Мичуринские по рождению. Отлучка была, пожалуй, только когда в Новосибирске получали образование, да? Да. И вопрос может быть некорректный, успешный сотрудник полиции, полковник, руководитель подразделения органов внутренних дел. И вдруг такая резкая перемена. Вы человек штатский, вы на муниципальной гражданской службе. Для чего это вам? Ну, в 2016 году я закончил Академию управления МВД России. Получал образование в сфере государства муниципального управления. Ну и все-таки решил испытать себе на должность городоначальника, познать что-то новое для себя и понять в целом вообще систему муниципальной службы. Потому что я считаю, что это очень интересное и очень ответственное направление. Во-первых, это активное участие в жизни города, это обеспечение каких-то экономических показателей, это создание комфортности для проживания населения. То есть вот это настолько ответственный труд, что меня это притягивает. Я понял. Но я надеюсь, что небезответственной была служба в системе МВД. Ведь Мичуриевск очень сложный город. Мы понимаем, что это узел железнодорожный, очень крупный. Мы понимаем, что это и научные центры, и студенческие центры и так далее. И насколько я так припоминаю цифры, которые звучали на итоговых коллегиях управления МВД России и Петербургской области, вашу бытность руководства Мичуринской полиции показатели были всегда достаточно хорошие, но сейчас увеличивается масштаб. И напомним нашим телезрителям о том, что Мичуринск единственный и первый в России наукоград аграрного профиля. Ведь и федеральный научный центр создается, и есть ВУЗ, один из ведущих в нашей стране, я имею в виду Мичуринский аграрный университет, научно-исследовательские подразделения и так далее. Муниципалитет вот в эту научную сферу, в эту научную структуру как-то вписывается? Да, у нас в штате муниципального образования имеется дирекция наукограда, которая занимается вопросом активного взаимодействия с наукой, с производителями, ну и, соответственно, привлекает инвесторов для активного участия именно в развитии, в деятельности наукограда, как и в городе Мичуринска. Плюс к тому, по инициативе главы администрации Тамбовской области Александра Валерьевича Никитина, на базе города Мичуринска готовится к реализации проекта инвестиционно-научно-технологического центра «Мичуринская долина», который саккумулирует в себе такие направления работы, как обеспечение масштабного переноса новейших отечественных и зарубежных агропромышленных производственных комплексов, технологических инноваций во все регионы страны путем концентрации постоянно действующих производительных систем на нашей территории. Я прошу прощения. Я, насколько понимаю, когда губернатор в свое время рассказывал о проекте «Мичуринская долина», по сути, для него как ученого, как экономиста, как профессора была ясна и понятна задача, связанная с тем, что есть отдельно чистая наука, будь то генетика, будь то промышленное садоводство, будь то переработка плодов и ягод и так далее, есть отдельно производство, есть отдельно трудовые ресурсы. И задачи, поставленные губернатором, связанные с тем, чтобы в Мичуринске это объединить. Вот, Максим Юрьевич, на ваш взгляд, что необходимо сделать для того, чтобы инвесторы пришли в Мичуринск? Как сделать так, чтобы Мичуринск был привлекательным, чтобы условный я, как инвестор, со своими средствами пришел и сказал, Максим Юрьевич, я хочу заниматься вот тем-то, тем-то и тем-то. Во-первых, это предоставление определенных льгот. О как! В сфере налогообложения, в сфере таможенных каких-то пошлин. И все это заложено именно в проект Мичуринской долины. Далее, у нас есть уникальная возможность показывать на примере наших садоводческих товариществ, как осуществляется выращивание садов, как осуществляется хранение, переработка той продукции, которую мы получаем, растительного происхождения. У нас в Мичуринском районе создана единственная в России школа фермеров по садоводству. Это Муханин наш, профессор, ученый, который создал. И она активно работает и пользуется спросом. Плюс к тому, на последнем совещании мы наладили взаимоотношения с нашим партнером из Крыма. Буквально в ближайшее время выезжаем в служебную командировку, в Симферопольский научно-исследовательский университет, для того, чтобы обменяться опытом и продолжить совместное сотрудничество именно в развитии садоводства на территории Крыма. Вот здесь еще один момент возникает, и он связан с тем, что... Ведь на сегодняшний день все заинтересованы в получении прибыли. Но когда мы занимаемся производством чистой продукции, ведь в ряде случаев нужно набраться терпения и вложиться, не используя химикаты и так далее. Мы никого критиковать не будем, но в свое время польских яблок мы наелись. Польские яблоки, которые могли с сентября до сентября, лежат как пластмассовые в холодильнике, вопросов нет. Но пользы от тех яблок, по-моему, было немного. Мичуринские яблоки сегодня пользуются спросом, но их на всю торговую сеть не хватает. Я к чему это веду разговор? Вы верите в то, что научные разработки и промышленное плодоводство, они все-таки сойдутся, и наконец мы получим желаемый результат? Я думаю, что да. И в этом уже есть определенные примеры. Потому что последнее мое участие на совещании, которое проходило на базе научно-космического центра «Сириус-19», где мы представляем свою продукцию в космос, командир этой команды, который участвовал в этом «Сириусе», очень положительно отозвался и поблагодарил город Мичуринска за ту продукцию, которую мы поставляем им. Прошу прощения, космонавтов на борту в лучшем случае 5-7 человек. Ну это команда. А нас 140 миллионов в России. Вы только космонавт можете хорошую продукцию накормить? Почему? Или есть перспектива? Есть, конечно, перспектива. Потому что одно из направлений работы Наукограда – это организация здорового питания. И у нас существуют лаборатории, на которых мы определенно производим технологии производства этой продукции, которые впоследствии передаем на предприятия, которые, допустим, наш завод «Эмконс». Пробили продукцию для этого завода? Это действительно качественная натуральная продукция, которая приятна и по вкусу, и по внешнему виду. Вы в данном случае имеете возможность координировать эти дела. От высокой науки к земным делам, если не возражаете. Мы понимаем прекрасно, что горожанину, будь то Мичуринск, будь то Тамбов, Маршанск, Уварово, не обижайтесь. В общем-то, без разницы, под каким флагом и с какими лозунгами пришел руководитель. Мне, обывателю, нужна комфортная среда, мне нужны хорошие дороги, мне нужна съедобная вода, мне нужно тепло, мне нужно газоснабжение. Я немножко эгоист, я немножко обыватель. Вот на сегодняшний день давайте пройдемся по некоторым аспектам, которые есть. Ну, в частности, ведь с социальной сферой, по долгу службы прежней, вы сталкивались маловато. И одна из проблем, первых, которые возникли, вдруг коллектив одной из школ города Мичуринска говорит, не надо нам этого директора, давайте нам другого. Насколько мне известно, может быть, газеты врут. Вы вмешались в эту ситуацию и нашли компромисс. Было? Было такое, да. Ко мне обратился коллектив нашей общеобразовательной школы номер один, там вакантная должность была у директора, и был подобран кандидат, который на перспективу должен был занять это место. Коллектив обратился, и как бы был ряд пожеланий в плане таком, что они хотят своего руководителя. Мы провели с ним конструктивный диалог, объяснили о том, что все-таки мы не можем потакать желанием учителей. Есть закон, есть определенная норма. И предложили, чтобы не развивать этот конфликт, объявить конкурс. И все желающие заявить участие в этом конкурсе, по результатам участия в этом конкурсе, по рассмотрению комиссии, соответственно, выбрать достойного кандидата, который должен возглавить это учреждение, ну и, соответственно, продолжить там работу. Педагоги согласились, в настоящий момент эта работа уже идет, конкурс уже объявлен. Я думаю, что в ближайшее время уже участники, кто заявил там участие, они себе проявят, и по результатам отбора, соответственно, будет назначен руководитель. Вы по стажу работы один из самых молодых руководителей муниципалитетов Тамбовской области. Но народная молва уже говорит о том, что вы замечательный переговорщик. Я не в порядке комплимента, а просто на конкретном факте. Губернатор год назад поставил задачу обеспечить перевод пассажирского транспорта на безналичную оплату проезда. Там было много проблем, там было много вопросов и так далее. В частности, возникала проблема так называемых задвоенных льготных талонов. И получается так, по имеющейся у меня информации, порядка 70 миллионов рублей неоплаченные талоны были в целом по области. И в Мичуринске предприниматели, которые занимаются перевозками, по имеющейся у меня информации, может быть, я не прав, не в восторге были от того, что от наличмана, прошу прощения, мы уходим, а идут социальные транспортные карты, банковские карты, транспортные карты и так далее. Удалось найти общий язык с предпринимателями, которые осуществляют пассажирские перевозки? Да, мы решили эту проблему, решили очень быстро ее. Мы провели собрание со всем предпринимателем, которым объявили о том, что возможности вот так организовывать свою работу мы не дадим. Ввиду того, что мы провели полный анализ, сколько, как и каким образом у нас льготная категория граждан обеспечивается такой слой, как пассажироперевозки. И то, что требование губернатора, для нас это основной закон для руководителя муниципалитетов, поэтому мы не можем подвести. И было принято решение о том, что с 1 марта все маршрутные транспортные средства должны перейти на валидаторную систему. Прошу прощения, Максимович, но получается ситуация такая. Вот я условный перевозчик, я привык, что кондуктор или водитель мне в мешочке приносит энное количество монет и рублей. И я сам сижу... А мы не отменили наличную оплату? Нет, секунду, я сижу, все делю так, как положено. Если мне не хватает денег, я себе отпечатываю льготных талончиков, предъявлю и скажу, ну-ка оплатите мне, пожалуйста, поскольку я отвез больше, чем пенсионеров проживает в Мичуринске. Вы же покусились на самое святое, вы покусились на черную кассу и на безнал. Не страшно? Нет. Нет, вообще мне должно быть страшно. Вас поняли, перевозчики? Да, все поняли. Вот в настоящий момент у нас самый высокий процент перехода перевозчиков на безналичную оплату, это 97%. Остальные 3% они пока ездят и бесплатно перевозят, как бы с их слов наших пассажиров, но в планах у них расторгнут два раза администрация и прекратить перевозки. То есть в любом случае при объявлении конкурса на лоты по перевозкам пассажиров это будет учитываться? Да, просто очень много было и различных конфликтных ситуаций с этим перевозчиками, и было полное недопонимание. Но я их собрал, с ними провел беседу, сказал о том, что мы не будем потакать их желаниям, есть закон и все действия должны быть в рамках правополя. Максим Ильич, не в порядке прикола, а в порядке откровенного вопроса, откровенного ответа, прежняя информация, которую вы располагали в органах внутренних дел, в отношении тех, кто, может быть, крышует этих перевозчиков, она вам пригодилась? Все дело в том, что Мичуринск, он очень большой город, и мы знаем, кто чем занимается, кто как живет, то есть вот настолько вот уже он, как сказать, родной, да, поэтому скрывать и говорить о том, что у меня там что-то так-то, а вот так-то, смысл нет. Поэтому тут и прежняя работа, получение оперативной информации, вот, и понимание той схемы, как раньше была выстроена работа, потому что я был инициатором совместно с прокурором Мичуринского возбуждения в ОЛОН дело, который в настоящий момент еще расследуется, да, вот в отношении определенного количества там перевозчиков по поводу задвойных талонов там, потому что проблема возникла в том, что там очень длительная экспертиза, вот, ну, я думаю, что они все-таки закончат, и дело будет набраться. Правильно, в суд. И как бы объяснять мне о том, что все белые пушистые не надо, поэтому есть закон, мы должны соблюдать и, соответственно, работать в правильном направлении. Максим Ильич, не в порядке комплиментов, в порядке констатации факта, передо мной улыбчивый, симпатичный молодой человек, и вдруг такие жесткие заявления, то есть я понимаю так, что когда речь идет об интересах горожан, об интересах бюджета, никаких улыбок, никаких заигрываний ни с кем не будет. Это ваша позиция? Это принципиальная позиция. Вот если даже мы сейчас перейдем ко второму вопросу по поводу благоустройства. Да, 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 безусловно. То есть вот на Наукоград выделяется определенное средство. И для того, чтобы как-то реализовать эти средства, чтобы, ну, до меня не знаю, как это было, но я выбрал, пошел по такому пути. Во-первых, мы создали комитет по культуре. Это в первом муниципальном образовании, вот среди всех муниципалитетов области, это такую, как бы сказать, общественную организацию мы создали. Вот. Комитет по культуре, вошли это все руководители культурных предприятий, учреждений. Вот. Те люди, которые каким-то образом, ну, художники, там, певцы, журналисты, то есть, ну, все, кто как-то связан с культурой. Да, с творчеством, да. Мы создали совет, выбрали председателя совета, вот, пригласили общественный совет, пригласили представителей общественности еще, культуру собрали, иные общественные объединения. И сказали, вот у нас есть вот такая сумма денег, которую мы должны потратить для того, чтобы люди увидели, что вот пришли деньги на Наукоград. На благоустройство деньги. На благоустройство, да. Чтобы они увидели, что мы хотим сделать. И было принято решение. Четыре направления. Первое направление – это реконструкция и строительство нового парка. Вы были у нас? Конечно. На улице Советской, где памятник Ленина, вот этот вот старый парк, который уже порос старинными деревьями. Вот. Хотя это место, где любят отдыхать молодежь, это место, где любят играть дети, ну, и просто посидеть, отдохнуть старики. То есть это отрезок от памятника Ленина до памятника Мечурина, до городского парка. Да, это наш городской сквер, мы так называем. Вот. Скверу в этом году сто лет. И было принято решение полностью его разобрать и сделать хороший новый парк на нашей площади, чтобы людям было видно, куда идут эти средства. Вас поддержали? Или вы приняли инициативу? Мы, как бы сказать, коллегиально было принято решение. Это было решено? Да. То есть это было обсуждено. То есть это все было через средства массовой информации озвучено. И полное понимание было, что это необходимо сделать. Потому что парк уже настолько, как бы сказать, устарел. И центральная площадь, где проходят различные мероприятия, куда приезжают гости, очень много туристов приезжает. То есть мы должны были показать, что, ну, хотим показать, что все-таки должно быть все достойно. Что еще, помимо центрального сквера, решено благоустроить в Мичуринске? Было решено благоустроить у нас, усилить качество систем видеонаблюдения в Мичуринске. Вот. Ну, это в сфере безопасности, потому что... Ну да, чтобы прийти в новый скверик и спокойно там отдыхать, нужно чувствовать себя в безопасности. Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», он очень эффективно работает в Мичуринске. И благодаря поддержке области и губернатора он был создан. И по моей прошлой работе я знаю, как эффективно, как быстро по горячим садам раскрывается преступление. И люди, которые попадают в беду, соответственно, максимально в короткие сроки получают помощь. Поэтому мы решили все-таки немножечко систему это развить. Были определенные пробелы. Вот. Я объяснил населению, что это необходимо. Меня это поддержали. И в настоящий момент мы выделяем 5 миллионов рублей. И устанавливаем 50 дополнительных камер видеонаблюдения вот именно в Мичуринске. Потому что город, сами вы уже сказали, что приближен к железной дороге. Очень много проезжих, очень много гастролеров заезжает сюда. Вот. И чтобы как-то обезопасить наше население и дать возможность комфортно и без каких-либо мыслей ходить, гулять по городу, не опасаясь каких-то противоправных действий. Учитывая, что время у нас бежит быстро, я хотел бы все-таки еще одну тему поднять. Благоустройство это замечательно. И тем более, что, я понял так, вы пошли от предложения людей. И в любом случае все это согласовано. Дороги. Дороги. В прошлом году Мичуринску дали колоссальное количество средств. Насколько я знаю, в прошлом году Мичуринск в полном объеме освоить выделенные средства не смог. Что будет с дорогами? В настоящий момент нам выделяют 178 миллионов рублей. Это уже цифра зафиксирована. Цифра зафиксирована, да. Мы уже разместились на площадке. То есть сейчас будем проводить торги. Уже определен список тех улиц, которые необходимо до асфальтировать, который был запланирован в прошлом году, недоделан, и уже в этом году. Давайте мы телезрителям поясним. Ситуация такая. Получить средства в муниципалитет. Это только начальная точка, и это сложно. Дальше идет процедура, связанная с тем, что нельзя кому-то в левом порядке сказать, что ты будешь заниматься этим. Через открытый аукцион. Да, через аукцион. И в любом случае задача ставится таким образом, чтобы не позднее 1 июля войти с проектами и непосредственно с асфальтом на эти дороги. Вы в сроки в эти укладываете? Да, мы укладываемся в эти сроки, но еще такой нюанс. Мы в смертной документации, когда выставили на площадку, мы определили о том, что гарантийный срок обслуживания дорог 5 лет. Хитро. То есть, если я в течение 5 лет сделал плохо дорог, в течение 5 лет вы, как глава города, мне предъявляете претензию, я достаю из своего кармана деньги и за собственный счет ремонтирую. А эти подрядчики от вас не убегут? Ну, об этом сложно говорить. Это же система торгов и аукционов, мы же не можем контролировать. В Тамбовской области 112 гарантийных дорог. 12 подрядчиков найти днем с огнем не могут, и они говорят о том, что а мы тут уже ни при чем. Мы раньше назывались ООО «Роза», а теперь завтра будет ветер. Поэтому здесь, конечно, риск определенный есть. Но вы эту процедуру тоже отслеживаете? Да, конечно, а как же? Я понимаю. И в завершение я хотел бы тезисно, что называется, телеграфно, задать несколько вопросов. Вот для вас, для главы Мичуринска Максима Викторовича Харникова, есть две-три темы, которые сегодня у вас красным карандашом в блокноте, в рабочем обозначены, вот на ближайшее время, может быть, на год, на полгода? Конечно, есть. Во-первых, это экономическая составляющая города, это раз. Это жилищно-коммунальное хозяйство. И третий вопрос – это благоустройство для создания комфортности проживания населения. Это, я думаю, что у каждого руководителя муниципалитета три основных кита, которые нужно работать, работать и работать. У вас есть команда, с которой вот эти три проблемы в ближайшее время вы готовы будете порешать? Ну, об этом пока говорить еще рано, потому что я работаю не столько много, чтобы я мог как-то положиться, доверить тем людям, с кем я вместе работаю. Но я считаю, что в общем, если брать тот коллектив, который сейчас есть, я считаю, что да. Спасибо, спасибо. Спасибо. Максим Ильич, в завершение я могу вам пожелать успехов. И еще раз напомнить и вам, и телезрителям, что хотя Мичуринск и не областной центр, но и не второй город в Тамбовской губернии, особый статус Мичуринского Новокограда, особый. И мы понимаем, что новые глава, к вам очень много требований, от вас очень многое ждут. Я желаю вам и вашей команде успехов, и чтобы все у вас получилось. Спасибо. Спасибо за участие в нашей программе. А я напомню, уважаемые телезрители, что сегодняшний выпуск нашей программы, подготовленный совместно с Общественной палатой, мы провели вместе с главой города Мичуринска Максимом Харниковым. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok